Следующее, что не столь уж сильно ухудшилась ситуация в экономике. А если бы ситуация в экономике ухудшилась только у нас, то, наверное, люди в Беларуси были бы в крайней степени расстроены и имели бы обоснованные причины предъявлять претензии нашему правительству. Но ведь ситуация в экономике ухудшается глобально во всем мире. И вокруг Беларуси падение экономик соседних государств, ну, допустим, Украина ожидает падение на уровне 30-35% ВВП, 30% на инфляции. Эстония больше, порядка 26% инфляции. Литва 22%, Латвия 22%, Польша на уровне 16% в Беларуси справедливости ради. Тоже не инфляция, порядка 17%. Но против нас драконов не санкции? Да, но ведь мы, во-первых, существуем в режиме санкций. Во-вторых, это инфляция, ну да, есть рост цен на товары народного потребления, продукты питания. Но, допустим, основные показатели, от которых зависит медианный уровень дохода, то есть количество денег, остающихся на руках у человека, это, скажем, услуги здравоохранения, они на сегодняшний день практически бесплатны. Но они бесплатные по Конституции, но где-то, если человек желает ускорить, значит, получение медицинской помощи, ну, ему там надо заплатить. Жилищно-коммунальные платежи, да? То есть, опять-таки, в сравнении с соседними странами, это очень небольшие суммы и так далее и тому подобное. Задача поставлена перед правительством, главой государства, чтобы это санкционное давление, значит, было максимально безболезенным для людей, чтобы были приняты такие меры государственной поддержки, чтобы особенно социально уязвимые группы, вот, находящиеся в положении, да, положении сложным с точки зрения финансов, да, ну, допустим, пенсионеры, да, или другие категории льготников, вот, для них эти все экономические неурядицы проходили максимально безболезненно, ну, допустим,